Причина покушения была в том, что вначале вы поругались с этими российскими предпринимателем, олигархами. Пуля втыкается не больно, это не больно. Когда воткнулась первая пуля, я не сразу понял, что это. Когда воткнулась вторая, я понял, упс, кажется, меня расстреливают. Куда исчезнуть? И дальше я думал только о том, что вот эта стена уже точно не простреливается, надо обязательно закрыть за собой дверь. Почему вы пришли к мнению, что это сделал усатый? Я вдруг понял, что четко, абсолютно выгодно это было только усатым. Это было не выгодно Боре, это было не выгодно никому, кроме усатого. Вот единственный человек, наверное, на земле, которому это было выгодно и нужно, был усатый. Кто эти люди и какую роль для этих людей играл усатый? Своился яконин и личным шашлыщником. Судя по деятельности этой группы компаний, они очень многие закупки осуществляли для ЖД, очень много чего строили и для СМЖД, и для Олимпиады в Сочи. Усатый начал двигаться в Молдавии, он начал двигаться успешно. Как он говорил в разговоре с кем-то, я ему пересылал файлы, он у меня украл банк, я даже не понял, что произошло. Усатый в этом году подал декларацию о доходах, который указал, что он не назвал имя, что один из людей, его друзей, умер и передал ему в наследство, в подарок 2 миллиона долларов. Вот он обмазал кровью своих партнеров, да, теперь уже партнеров, своих работодателей, да, превратился с ними партнерами. Совершенно очевидно, он начал учиться жить в этих условиях. Начал наглеить потихонечку. По его интервью это прям видно, прям четко видно эволюцию Усатого в новом для него мире. Как вы, будучи человеком, который вынужден постоянно носить под сердцем вот эту пулю, которую из вас не смогли, к сожалению, извлечь, пулю от Усатого, да, вот как вы можете оценивать вот эти потруги Усатого в политике? Формально я был заказан тем же Ушуровичем, тем же Маркелом, тем же Крапевином. То есть формально они меня заказали, не он, он просто исполнил. Таким образом Усатый сегодня просто шантажирует вот этих вот лучших партнеров. Усатый варсональный предатель. И Усатого интересует только Усатый, в его сегодняшний момент. Он мечтает о машине. Если ради его машины умрет тысяча человек, да плевать. Если это будут активисты, которые в тебя верят, да плевать. Они же для него просто расходный материал. Здравствуйте, Герман Валерьевич. Мы сегодня с вами встретились в месте, которое несет некоторый символизм. Потому что оказывается, когда мы уже выпустим это интервью, я думаю, уже можно будет говорить, где мы находились. То есть с целью безопасности, да. Потому что когда-то в этом месте жили, скажем так, селились пассажиры Восточного экспресса. Знаменитый экспресс благодаря английской писательнице Альдар Кристи, благодаря ее известному детективному роману убийству в Восточном экспрессе. Так вот, как раз эти люди были как раз именно в этом месте, где мы сегодня с вами записываем интервью. И мне кажется, в этом есть некоторый символизм, потому что мы также сегодня будем говорить, к сожалению, уже о менее веселом моменте из вашей жизни, о покушении, которое было совершено на вас. И я понимаю, что, возможно, вам неприятно вспоминать, и вы уже много раз говорили об этом, в том числе публично, но мне кажется, очень важно именно сегодня обсудить этот трагичный инцидент, который с вами произошел. Напомните, пожалуйста, многие уже забыли просто то, что было уже сколько, 12 лет, получается, да, прошло с тех пор. Напомните, вот как происходило это покушение? Вы возвращались домой, при каких условиях оно произошло? Я вышел из офиса, поймал такси, доехал до гостиницы, в которой в тот момент жил. Вышел из такси, подошел к подъезду, начал открывать кодовый замок. В этот момент меня начали втыкаться в поле. Я открыл дверь, прыгнул внутрь в зону, которая, мне казалось, уже не простреливается. Ну, собственно, уже все и закончилось. Все это время я разговаривал с женой по наушнику, блютуз, поэтому она все это слышала и видела, ну, не видела, а слышала. Вот, она тут же пришла, вызвала скорую, вызвала все, и дальше я, следующий момент я вспомнил, я вспомнил только дней через 12, когда вышел из комы. То есть то, что вы говорили с супругой, это как раз, наверное, вас и спасло? Да. Потому что она оперативно вызвала скорую помощь? Да. И получается, 12 дней вы вообще были в коме находились? А сколько пуль вас выпустили? Восемь. Одна до сих пор во мне. Одна до сих пор во мне. Ее не нашли, да. Ее трудно достать, она где-то под ребрами. Есть неудобства, только одна, я не могу делать МРТ, потому что опасно. Ну да. Вот, а так она во мне уже, да. Ну и в аэропорту, наверное, когда приходите, тоже... Это в Израиле. Извините. Я им честно говорю, что это поле, но они к этому относятся с пониманием. Я так понимаю, что многие израильтяне ходят с полями. Знаете, не каждый день я лично встречаю людей, на кого совершали покушения, и тем более редкость увидеть еще и человека, который остался жив. Слава Богу, остался жив после этого инцидента. И мне просто интересно, я думаю, что для наших зрителей тоже будет интересно, вот именно вот этот короткий отрезок, времени, когда, я не знаю, сколько там длится, секунд, когда летят пули, втыкаются там в твое тело. Проходят ли какие-то мысли, не знаю, помните ли вы что-то, вот в этот момент что происходило? Вы о министике? Ну, я честно, ну не знаю, может быть то, что я сейчас пытаюсь из вас достать, это просто какая-то... Нет, когда пули втыкаются, не больно. Это не больно. Когда выткнулась первая пуля, я не сразу понял, что это. Когда выткнул старая, я понял, упс, кажется, меня расстреливают. Вот. Куда исчезнуть? И дальше я думал только о том, что вот эта стена уже точно не простреливается, надо обязательно закрыть за собой дверь, чтобы на замок она встала, накодывает, да, чтобы он не смог зайти. Вот. Поэтому я как-то в этот момент думал только об этом. То есть инстинкт сохранения и выживания? Я выживал, да, я выживал. Просто в этот момент я просто выживал. Больше не думал ни о чем. Ну, у меня с детских лет есть какие-то навыки, то есть и они включились, и как бы дальше я в этот момент только выживал. Ну, в этот раз удача. Ну, это происходило в Лондоне, нужно отметить, потому что многие, может, уже забыли. И как вы оцениваете действия британских правоохранительных органов? Они очень эффективны. Они очень эффективны. Я, в общем, ну, я немного знаю, потому что со мной никто не делится, да. То есть мою семью сразу поместили под охрану, качественно поместили под охрану. Очень быстро они сняли, вычислили, кто это был, сняли весь путь этого человека от момента въезда в Великобританию. Есть видеофильм от момента въезда в Великобританию до момента его выезда из Великобритании. Они провели огромную работу, быстро, эффективно. И, в общем, работают они хорошо. Работают хорошо. Вот. Но то, что результата нет, но нет результата по понятной причине. Потому что, когда Российская Федерация выдавала правоохранительных органов в Румынии, единственное условие было, что никакого общения с Великобританией. Поэтому у них следствие естественным образом остановилось, потому что искать уже некого нашли, а допросить его нет возможности, потому что есть такой судебный запрет, да. Ну, соответственно, они ждут, пока он выйдет из тюрьмы, чтобы допросить и продолжить. Ну, здесь нужно отметить, потому что многие, наверное, уже и забыли, кто-то мог вообще не слышать, кто такой Виталий Прока. Вот вы когда о нем узнали, об этом человеке? Я узнал обо всем из газет, когда уже это все произошло. Поэтому следствие, разумеется, не делилось подробностями. Я знал, что они нашли одежду, нашли пистолет, нашли все, нашли ДНК, что они, в принципе, уже знали, кто это. Но его задержание я узнал из газет. А когда вы узнали, вы наверняка же начали как-то интересоваться, откуда этот человек? Ну, я, конечно, позвонил в следствие, пытался с ним поговорить. Они мне объяснили, что произошло. Вот. Ну, и все. Интересно, почему вы пришли к мнению, что это сделал усатый? А я к этому мнению, даже в момент, когда в меня стреляли, я прям знал это. Я вначале... Моя первая мысль была, ну, Боря, ну, сука, извиняюсь, да? Вот. То есть вы о Боре так-то думали? Ну, конечно, Уширович, да. Мы с ним вроде как поругались, и он вроде как немножко чудил. Вот. В том, я думаю, Боря вряд ли, но зачем? Он же... Он не про это. Да и отношения у нас были с ним хорошие. Вряд ли он стал меня стрелять. Вот. В том, я долго анализировал, как вот так как, почему, да? То есть... И вдруг понял, что четко, абсолютно выгодно это было только усатым. Это было невыгодно Боре. Это было невыгодно никому, кроме усатого. Да? Вот. Единственный человек, наверное, на земле, которому это было выгодно и нужно, был усатый. Объясняю, почему. Ну, там, историю усатого все знают, да? работал в РЖД проводником, да? То есть, потом, благодаря своей сестренке, попал в Москву. Ну, еще до РЖД он учился в Бельце, где он там был, имел отношение к криминальному авторитету Бесо, который был на тот момент там. Ну, то есть, это обычный, обычный, обычный такой, обычный шпанец, да? Обычный шпанец, которого там наступило большое счастье, он устроился проводником, где там, как-то, не знаю, как-то жил. Потом, благодаря сестренке, смог попасть в Москву, да сразу попасть к Амова, устроился к Якунину, личным шашлычником, да, то есть, ну, прямо вот, казалось бы, все. А личный шашлычник, это что вы имеете в виду? Ну, это человек, отвечающий за его досуг, да, за охоты, за какие-то мероприятия, вот, ну, я не знаю, за какие, потому что, ну, как бы, за все мероприятия, ну, у меня тоже был шашлычник тогда какой-то, да, свой, кто, кому я говорил, что организуй все, я еду туда, организуй все. Вот. И вдруг случается момент, когда обсуждают меня, я в Молдавии в банке, да, то есть, и человек вызывается, Усатый вызывается, разобраться со мной в Молдавии, выезжает в Молдавию, даже крадет у меня банк, красиво крадет, ничего не скажет. А давайте тогда поподробнее, значит, вот вы упомянули господина Якунина, у которого Усатый был, там, отвечал за его... Ассистентом, да, по досугу. Адютантом был, скажем, по отдыху, да, а также вы упомянули Ушаровича, то есть, Бориса Ушаровича, да, Борис Ефимович, да, и есть еще, там, у Бориса Ушаровича компаньон, об этом, говорится, два компаньона, Валерий Маркелов, он непокойный, в прошлом году он умер, там, скончался, до этого я следил, видел, там, его уголовно преследовали в Российской Федерации, он даже находился там под арестом, уже не помню, там, какой ему там вынесли, чем закончилось-то уголовное дело. Викторович Крапивин. Что? И Андрей Викторович Крапивин тогда еще был, он тоже, он в 15-16 году был. Вот, расскажите подробнее, кто эти люди и какую роль для этих людей играл Русатый? Ну, это были партнеры, это были партнеры, нас в тот момент столкнулись с ними лбами. Партнеры по бизнесу, да? Да. Вот это вот группа компании, группа компании, да, 15-20, между собой они партнеры по бизнесу, когда они еще не были, 15-20, ну, просто работали при РЖД, отвечали за строительство в РЖД и за поставки комплектующих за снабжение РЖД, да? Ну, судя по деятельности этой группы компаний, они очень многие закупки осуществляли для РЖД, очень много чего строили и для самой РЖД, и для Олимпиады в Сочи, и для... Ну, правильно, они отвечали за инвестиционную программу и за и за снабжение то есть они отвечали за деньги, за выход денег. И там выходило, получается, государственных денег из российской государственной компании, ну, миллиарды. 140 миллионов миллиарда в год. 140 миллиардов? Да. Это в какой валюте? В рублях. В рублях 140 миллиардов. А в долларах? Около 3 миллиарда. По тому курсу? По тому курсу. Это серьезные деньги на этики. Нет, большая компания, да, большая компания. Вот, мы в тот момент поругались, меня начали обвинять в краже, но, который не был, но не важно. То есть, причина, причина покушения была в том, что вначале вы поругались с этими российскими предпринимателями, олигархами, с которыми мы партнерствовали в некоторых объектах, в некоторых проектах, да, вот. Ну, Сатый начал двигаться в Молдавии, начал двигаться успешно. Как он говорил в разговоре с кем-то, я вам пересылал файлы, он у меня украл банк, я даже не понял, что произошло. То есть, я 11 августа прихожу на работу. Какого года 11 августа? Я уж не помню. 11-го, 2011-го. 11 августа я при... Нет. Да, 11-го. Нет, 10-го. 11-го, точно. 11-го, 11-го года. Я выхожу на работу, а банка у меня нет. Я больше не его владелец, у меня нет акций. Так все и было, как он сказал. Вот. Я пытался судиться, каким-то образом бороться, быстро понял, что это бесполезно и уехал. Скажите, а до того, как отняли банк, отняли лицензию универсал банка, правильно? Нет. Лицензию никто не отнимал. Универсал банк был прекрасен. Либо цель универсал была его уничтожить, либо он просто идиот, но как бы обе версии имеют право на жизнь, потому что он забрал банк на панамскую компанию, получается, владельцем акций, стала панамская компания, не пройдя согласование ЦБ. А панамская компания никогда бы не смогла пройти согласование Центрального банка, Национального банка Молдавии, ну, в связи с тем, что это просто невозможно. Поэтому лицензии банк лишился именно за неправильного владельца. А до того, как произошла вот эта рейдерская атака, скажем так, на ваш банк, вы получали какие-то претензии от этой группы партнеров, от Усатого? Ну, да, мы... Ну, от Усатого я не получал никаких претензий, в принципе, не мог, потому что Усатый был... Ну, был шашлычником в этой стране. Ассистент по выбиванию, да, да, вот. Ну, у нас шли... Ну, у нас шло, там, шел спор за деньги, да, они говорили, что я должен, я говорил, дайте провести... А можете сказать, о какой сумме идет речь? Сумма менялась... Давайте так вот, вообще речь идет о сумме ноль, потому что денежки потом нашлись, они лежали прекрасно на коре счету одного из моего банков, просто мне этого никто не показывал, да? Усатого эта сумма коррелировалась от 200 миллионов до миллиарда, да, то есть периодически он там называл то одно, то другое, то третье, вот. Точнее, ну, для яркости, да, постоянно увеличивал для яркости, что вот я не просто усатый здесь, я вот здесь усатый за миллиардом пришел, да? Вот. Ну, миллиард это, да, такая сакральная сумма для молдавского общества, что в свое время у нас украли миллиард из банковской системы, ну, и 200 миллионов тоже немаленькая сумма. Любая сумма из этих немаленьких, просто никто не крал, но это неважно, это вторая история. А вот и все. Вот и все. Хорошо, вы говорили, что, несколько минут ранее вы сказали, что Боря Ошарович прилетал в Молдову. Да. Вот расскажите, как происходила эта встреча? Потому что тогда вы увидели первый раз. Это было еще при Воронине. Это был десятый год. Должен был прилететь Крапивин, Крапивин договорился с Плохотнюком встретиться. Но прилетел Ошарович и привез с собой Усатого. Мы встречались в гостинице Плохотнюка, меня пригласили тоже, мы встречались, ну, там Боря рассказал, какой я плохой человек, представил Усатого, как вот ему поручено, типа, устроить ему в Молдаве плохую жизнь. после чего Плохотнюком он четко, однозначно ответил, что, ребят, у вас могут быть какие-то свои там недопонимания, но, пожалуйста, не на территории Молдавии. В Молдавии должно быть все спокойно, поэтому здесь ничего не будет. Вот. То есть условия Плохотнюка было только не на территории Молдавии? Абсолютно, да. После чего мне предоставили защиту, мне предоставили защиту. Ну, собственно, и все. Но, тем не менее, несмотря на то, что на территории Молдавы Плохотнюк гарантировал, что с вами ничего не произойдет, вы из Молдавы уехали? Нет. Это было задолго до моего уезда из Молдавии. Я спокойно развивал, спокойно работал, потому что это был десятый год. Вот. В одиннадцатом году меня предупредили, что вроде как идет по тебе какое-то судебное движение, но я поискал, ничего не нашел. Это было, оказывается, действительно было судебное решение, судебное решение, и даже присылали мне повестку, правда, не на квартиру, а на гаражное место. То есть по адресу вашего гаража, да? Парковка. Не гаража, там был не гараж, там это парковка, по адресу парковки, да? Вот. Ну, типа формально вас уведомили, как раз. Формально меня уведомили, да. Потом, потому что это было где-то март, но я об этом не знал ничего. И вот 11 августа я узнал о том, что у меня банка больше нет. У меня больше нет ни одной акции, все это не мое и так далее. Примерно в то же время впервые Усатый появился в публичном пространстве Молдовы. Тогда еще не знали его прошлом, шашлычном, не знали о его будущем и настоящем, тоже не знали. В будущем его не знал никто, включая его самого. Он тоже не знал. Ну, кто знает свое будущее, это понятно. Я с присылом это видео и вы видели, что там человек сам не верил своему счастью. И люди, я не могу сказать, какие, поручили мне. Ну, для фалешского парня, который там занимался, был там, приносил, покупал сигареты какому-то там авторитету в Бельцах, там пытался заработать какие-то деньги, будучи вагоновожатым проводником на железной дороге. И тут у него появляются чартеры, появляется там собственность в Подмосковье и так далее. такие предметы роскошной жизни. То есть, понятно, что у него просто поехала крыша, можно так сказать, от счастья, да, свалившегося на него. Но я про другое хотелось. в Подмосковье появилось попозже. После выстрела. Но выстрела не было ничего. Давайте об этом тоже поговорим. Я просто хотел напомнить, что именно в тот момент Усатый выходит с пресс-конференциями, пытается там давать какие-то интервью, заявляя, что он представитель какой-то офшорной компании, я уже не помню, там, Рогаик, какой-то деметод, да, Панамская компания, и что вот эта Панамская компания является их представителем, акционером и так далее. Я представляю компанию Мэп Лимитед, которая на сегодняшний день на законных основаниях является владельцем контрольного пакета акций Универсал Банка. И получается вот эта Панамская компания офшорная выиграла суд в Санкт-Петербурге какой-то я так и не нашел этого суда потом. И просто по факсу решения суда, по факсовой копии решения суда легализовала это в Молдове. Но получается, что без поддержки тогдашних властей он бы вряд ли смог так. Наверняка ему кто-то помог. Наверняка ему кто-то помог. А кто мог тогда ему помочь? Ну на это будет способен два человека в Молдове. Плутон или Плохотняк. Ну кто-то из них на выбор. Но думаю, что он просто предложил достаточно. Я даже думаю, что не они сами, а никто из них сам, а просто кто-то из их помощников, исполнителей, кто этим занимался, за предложенные деньги не отказался в этом поучаствовать. В интернете есть видео, многие его видели, мы его тоже вставим обязательно в нашу сегодняшнюю беседу, на котором Плохотнюк лично присутствует на дне рождения у Рината Усатова. Владимир Георгиевич, ваше слово. Нет, стоп. Я извиняюсь, я договорюсь правду, потом выступит товарищи. Вы знаете, у него всегда в детстве был демитр. Стоп, я Владимир Георгиевич, ваше слово. Добрый вечер всем. Я хочу поприветствовать всех гостей на этом прекрасном вечере. У Рината прекрасная семья, прекрасные родители, сестра, у него хорошие, добрые, преданные друзья. Я желаю ему, чтобы он нашел свой путь и чтобы друзья его сопровождали и помогали. На мунтанте. Ура, товарищи! День рождения проходит, празднуется, отмечается в Москве, в каком-то ресторане, видимо. Можно ли говорить, что все-таки на тот момент, что подчеркнуть, у Усатого были какие-то более тесные отношения с Плохотником? деловые отношения какие-то? Усатого вряд ли могут быть какие-то отношения с Плохотником? Наверное, потому что, когда Плохотник встречался, он встречался с Крапивиным. Приехал Шарович, но это неважно. Наверное, у Крапивина появились какие-то отношения с Плохотником? Это один из тех людей, который был в этой группе компании, партнеры Машарович, Маркелов, Крапивина. Наверное, появились у Крапивина какие-то отношения с Плохотником. Вполне может быть, два больших бизнесмена почему бы им не найти свои отношения. А Усатый, получается, между ними был такой интермедиат. Усатый просто был там, да? Вовремя жарил шашлыки как раз. Нужен был кто-то как раз что-то поедал в Молдову там. отправит какое-то сообщение. Абсолютно. Видите, как иногда выгодно оказаться в нужном месте. В нужном месте, в нужное время. Я все время об этом говорю, что Усатом просто повезло. В интернете сейчас обсуждается, в телеграм-каналах обсуждается, что вот эти партнеры вот этой группы компании 15-20, они в итоге оказались такими постоянными финансовыми донорами Рината Усатого. Что они его межемесячно финансируют, все его пребывальные компании финансируют, и что они находятся в неком каком-то неравном отношении с ним. Как так оказалось? То есть он у них шашлыки жарил, и тут вдруг... Я думаю, что Борис Ефимович каждое утро посыпается в холодном поту и смотрит, не выпил ли вчера Усатый и не рассказал и не устроил ли ему кошмар. Вот в этом я про это именно и говорю. То есть Усатый успешно двигается, забирает у меня банд, следующий шаг, наверное, меня должны были арестовать в Молдове, но как бы я это почувствовал и уехал. Я уехал и все. И для Усатого... вы говорили несколько минут ранее, что Плохотнюк говорил, что что угодно делайте, но только не в Молдове. Дело в том, что изменилось в само время. Все это происходило при Воронине. При Воронине все было тихо, спокойно и так. Потом, если вы помните, в Молдове начался период, когда вот такого безвластия, когда какой-то момент, когда там наступила полная анархия. Да, там долгое время не могли избавить президента. Когда ушел Воронин, когда ушел Воронин, с этого момента наступил такой какой-то ну, скажем, период анархии. И период анархии все поменял. То есть ушли все эти договоренности, ушло все. Ну, как бы, еще не наступило новое время, но старое время уже прошло. Такие смутные времена. Да, и вот это все произошло в эти смутные времена. И у вас возникла угроза, что могут даже арестовать? Я почувствовал, да, ну, я верю своему, у меня появилось предчувствовать, что у меня вот, вот, оно не на ровном месте появилось, да. Я почему-то перестал мочь, выезжать из Молдавии через Приднестровье. Мне честно сказали ребята, что вот на тебя конкретно стоит запрет, тебе нельзя. Всем можно, тебе нельзя, да. я подумал, что пора уезжать, исписывать убытки. Вот, на самом деле я так и сделал, я у себя в голове списал убытки, забыл про молдавский проект, все, убыточный, убыточный, как бы забыли про него, да. Меня в этот момент рожала жена в Израиле, и я улетел туда. Оттуда улетел уже в Лондон и уже не собираюсь приезжать в Молдавию, что-то делать, бороться, вообще ничего не собирался делать. Вот. И тем самым я оставил с этого абсолютно без работы. То есть то, что те задачи, которые он мог выполнить, он выполнил, новых задач нету. Все, меня нету, соответственно, бороться не с кем. А обратно жарить шашлыки уже не хочется? А я думаю, что уже там уже кто-то жарил шашлыки и другое, кто-то занял его место. Светочь, место пусто не бывает, я думаю, что обратного возврата уже и не было. А красивой жизни уже вкусил? Конечно. Тогда Усатый сказал, что не переживайте, я разберусь. И разобрался. И разобрался. Вот. И теперь с того момента он превратился в партнера. То есть его выгода настолько очевидна. Говорит, Полхотнюк. Полхотнякову ни при каких обстоятельствах, ни за чем это было не нужно. Мы с ним не были ни друзьями, ни конкурентами, нигде ему не мешал, не помогал вообще. То есть между ними не происходило ничего. Чтобы прилагать усилия, тратить деньги, отправлять кого-то в Лондон, там, все это же, ну, это же непростая история. Вот. Заниматься всем этим ради чего? Ради просто так, из форсу. Вот. Усатый выиграл от этого сразу, сразу, сильно, мощно, да, и даже если посмотреть на его выступление после этого, он сам поменялся, да, то есть забитый юноша превратился в героя молодца, да, такого. Ну, он приобрел навыки, там, публичных выступлений, там, это другое. Он приобрел наглость, да, в нем появилась уверенность в себе, который не был совсем. Вот до этого ее не было. Все, кроме уверенности в себе, да, вот тут она вдруг раз и появилась. Ну, я думаю, что он еще открыл для себя такой секрет, что иногда можно нести любую чушь, но если там купить ряд СМИ, купить, тиражировать это, то эта чушь становится уже там официальной позиции какой-то. Потому что я помню, когда он появился, там, в одно из первых его интервью политических, Ларина Бокза молдался журналистка спасила, сколько существует ветвей власти, вы знаете, он не смог ответить на этот вопрос. То, что в пятом классе на уроках общества знания предпочитается в школе. Он сейчас, я думаю, не знает. Он сейчас, я думаю, не знает. Ну, сейчас, наверное, уже знает, он после этого прочитал статью в Википедии по этому поводу. После этого он начал учиться в новых условиях. Он начал учиться, он, то есть, вот он обмазал кровью, своих партнеров, теперь уже партнеров, своих работодателей, превратился с ними партнером. И совершенно очевидно, он начал учиться жить в этих условиях. Начал нагреть потихонечку. По его интервью это прям видно, прям четко видно эволюцию усатого в новом для него мире. А что вы вкладываете в фразу «обмазал кровью своих партнеров»? Формально он же не убил меня сам. Он попытка убийства это тоже серьезная ситуация. Он пытался меня убить по просьбе. Формально я был заказан тем же Ушаровичем, тем же Маркеловым, тем же Крапевиным. То есть формально они они меня заказали, не он, он просто исполнил. Но потом многое произошло, при Крапевине и Маркелове особо никого шантажировать не получилось. Не получилось бы. Поэтому окончательно развернулся усатый в момент, когда произошло с Маркеловым. он заговорил у усатого есть одна классическая вещь. Он совершенно не умеет финансировать свои программы. Я думаю, если современные его программы проверить, то есть в 15-м году он слетел с выборов по одной простой причине. Он не смог доказать откуда на выборах взялись деньги. Ну самолеты с Кэшем неуважительная причина для Цейка. Думаю, что на этих выборах будет то же самое. Но это не главное. Главное то, что вот появились 2 миллиона маркеловских денег. Один уважаемый человек, он, к сожалению, умер. Так и есть. Он, правда, уважаемый человек, он, к сожалению, умер. Вот. Ну, усатый в этом году подал декларацию о доходах, который указал, что он не назвал имя, что один из людей, его друзей там, умер и передал ему там, в наследство, в подарок 2 миллиона долларов. Вот. и потом многие поняли, те, кто следят за, скажем так, его деятельностью в последние годы и знают его отношения с Маркеловым, что, скорее всего, это Маркелов, который скончался в прошлом году от онкологии и который был одним из партнеров в этой группе компании с Ушировичем и Крапивиным. Наверное, он эти деньги передал Усатому. Да, наверное, он не передавал никаких денег Усатому, просто назвали, что эти деньги взялись оттуда, да, за невозможность доказать обратного теперь. Но это не важно сейчас. так откуда тогда деньги? То есть, в телеграм-каналах пишут, что он имеет там стипендию какую-то, там, пенсию. в размере 60 тысяч то ли долларов, то ли евро он имеет с Ушировича, да, за то, чтобы он молчал и что вот он никому не расскажет о том, что Боря настоящий заказчик преступления, да, вот. Выборы тоже. Я, честно говоря, удивляюсь, Боре, ну, на него это немножко не похоже, но, видимо, когда ушел Валера, когда ушел Андрей Викторович, он немножко ослабил. С ним так стало можно. Так что, да, Усоту оплачивает сегодня Боря. Наверное, Боря помогает ему найти еще каких-то спонсоров. А у Шуровича сколько сегодня денег, как вы думаете? Понятия не знаю. Если тогда они в этой группе компаний выводили по 3 миллиарда долларов в год из РЖД. Ну, они не вводили по 3 миллиарда долларов в год. Их деньги были только частью от этого. Ну, я не знаю, я даже понятия не имею. То есть, я никогда не считал его деньги. Ну, думаю, что немало. Думаю, что достаточно. Ну, это миллионер, мультимиллионер. он давно миллиардер. Миллиардер, значит. Еще при мне был, да. Ну, долларовый миллиардер. Да, да, конечно. И думаю, что ему хватит на развлечения высотого. Ну, то есть, он может еще много компаний нам обеспечить в Молдове. Думаю, да. Думаю, что даже, даже может, в принципе, когда-нибудь сделать таким усатым президентом. Чего и в стране не желаю ни при каких обстоятельствах. А вот, кстати, тоже такой, может быть, личный вопрос. Вот, как вы, будучи человеком, который вынужден постоянно носить под сердцем вот эту пулю, которую из вас не смогли, к сожалению, извлечь, пулю от усатого, да, вот как вы можете оценивать вот эти потуги усатого в политике, которую он там проводит? Я говорю, в Советском Союзе. Поэтому я пули под сердцем не считаю чем-то таким вот прям особо страшным. У нас во дворе вещи пострашнее происходили, да, в моем детстве. Ну, это мужественный ответ. Да, поэтому даже скажу больше, я уже не особо даже за это обижаюсь, ну, подразись, подразись, бывает. Вот. А вот чисто вот если взять, там, ну, мое мнение о бусатом, да, я не буду говорить, мне жалко в данном случае саму страну. Страшно представить, что будет смол... То есть, вот, если посмотреть историю Бельц, да, там было плохо, стало еще хуже. Но, к счастью, Бельцам особо развлекаться никто не дал, потому что там уже все отношения сложились задолго до него, сломать их он просто не смог и, наверное, не стал. Ну, зачем? Достаточно того, что он ходит с ксивой, что я, типа, главный Бельцам и может везде об этом орать, да? Вот. А вот будучи президентом Молдавии, я не знаю, что он натворит. Наверное, все женщины поедут по борделям Европы сразу, ибо это всегда было его любимое занятие, да? Я даже не знаю, что еще будет. Или, может быть, красный фонарь повесит на администрацию президента? Может, там организуют бордель, шашлочный, караоке. Он же обещал караоке на месте посольства США в Молдове? Вот, да. Хотя он много еще обещал, и Плохотнюка из Турции привезти, по обещаниям он, наверное, чемпион Молдовии. Не, но он обещает, он вообще сейчас, видимо, его, так сказать, либо уговорили, либо заставили прочитать работы Ленина, потому что очень... Я не думал, что он читал работы Ленина. значит, ему сделали выдержки из работы Ленина, потому что очень похоже, то, что он сейчас вещает, очень похоже на где-то вот 50-30% Трампа, 30-70% Ленина, да. Ну, то есть, вы хотите сказать, что он такую популицкую политику кровавую? Ленина, конечно, он, его задача нравится простому человеку, да, поэтому он говорит все то, что обещает землю колхозам, ну, если землю колхозам, землю крестьянам, фабрики рабочим. Вот он сейчас, что пытается, вот вся его политика, она звучит сейчас примерно так. Ну, вы наверняка следите за его там, может быть, не прям пристально, там, с утра до вечера, только этими занимаетесь, но наверняка посматривайте за человеком, который организовал покушение на вас. Замечали ли вы за ним какие-то эмоциональные поступки? Вот просто я хочу напомнить, как он ушел с Бельц в 21-м году, и он тогда вообще ушел не только с Бельц, с поста в должности мэра в муниципе Бельца, но он ушел и вообще из политики. Он тогда объявил я ухожу из политики и это всюду. Потому что он обиделся, что бельчане, которые избрали, голосовали за него в качестве мэра, они не проголосовали за его партию на парламентских выборах. То есть те же сами избиратели его на парламентских выборах отклонили. Ну, если ты руководишь Бельцам, это не значит, что ты уже любимый всеми король, и не значит, что твоя партия кому-то нравится. А чтобы она нравилась, надо было не останавливать градус, а спокойно двигаться дальше. Ну, эта технология и не экономить на этом, потому что любые политические последствия всегда последствия экономии чьей-то партии. То есть если он естественным образом не становится сверхпопулярным по каким-то причинам. Такое тоже история знала. вот, но я думаю, это скорее трусость. Я думаю, это скорее трусость, да, потому что партия не влезла, может наступить момент ответственности, опять же, вот это уголовное дело, то есть все, и я думаю, что он просто испугался. Это обычный трус, он убежал, он же сюда убегает, да, он сбаламотил молдаван, убежал в Москву, да, сидел там. И, кстати, тогда многие его активисты, которые в него поверили, очень мало которые остались, пострадали, очень многие пострадали, которые верили ему. Тут он играл, играл в Бельце, вдруг понял, что доигрался, да, то есть опять убежал. Ну, он убегает. Сейчас ему особо убежать некуда, но хотя нет, есть куда, почему, в Европе он еще в России он уже не убежит больше. Вот. Еще есть в России на него также возбуждено дело по отмыванию денег. Ну, он же правда отмывал. А расскажите об этом. Вы как финансисты, я думаю, знаете, подробности какие-то. Для того, чтобы большой поток пришел в Молдавию, надо было, чтобы этот поток кто-то привел, и чтобы кто-то сидел, за него отвечал. Ну, Плохотнюк будет отвечать за поток, но вряд ли. Он богатый парень, у него куча других дел. Платон, ну, тоже, он, он это умел всегда, то есть, но, но поток не пришел. чтобы вместе с потоком появилось, что изменилось в стране, чтобы в нее пришел такой большой поток средств. Появился усатый. И, конечно, он ни при чем. Да, все говорят, что он ни при чем. Только он, как бы, я объясню, почему он при чем. Потому что он и был тот самый человек, который ручался в Москве перед своими же партнерами, что, ребята, я здесь в стране, я за всем прослежу, все ваши деньги уйдут в правильных направлениях. Я уже не только умею шашлыки жарить, но у меня связи. И в это время он начал заметно и быстро богатеть. Потому что при всех делах, ну, столько там, он бы никогда бы не купил себе Роллс-Ройс даже на очень щедрую зарплату, да. И никто бы ему не выдал Роллс-Ройс. Я знаю этих людей давно, да, то есть. Вот. То есть, он имел, скорее всего, какую-то комиссию? Конечно. У него пошла огромная комиссия, гигантская комиссия, да, то есть. И все оно хорошо, только, ну, вот, для этой страны, для этой страны суммы, которые начали ходить, стали слишком большими. И они уже возмутили Америку, потому что, очевидно, начало это дело выпирать. Вот. Ну, и тогда, тогда, я знаю, что вот вызывали, в Америку Плохотнюка ругать за это все, да, он пообещал это прекратить, и прекратим. Вот. Я не знаю, часто он в этом нет, наверное, без него, это все не работало, да, то есть, наверное, он был не против, пока это было где-то, где-то в норме, да. Но когда это стало слишком большим, то, конечно, он это прекратил. Наверное, пытался прекратить мягко, сказать, ребята, давайте, сбавьте обороты, поменьше, потише. Ну, с этого хотелось больше денег, еще больше денег, да, то есть, думаю, что из-за этого они тогда и поругались. Тогда же, помните, у них были, когда какое-то время ровные отношения, а потом... Ну, на дне рождения приезжал, как бы, вот, ко мне Плохотнюк не приезжал на дне рождения, вряд ли когда-то приедет. Ко мне тоже, но я и не приглашал. Мне в голову не приходило, что он приедет, да, что-то мне посылает. Вот. Не, ну, чтобы Плохотнюк приехал, то с ним надо иметь какие-то тесные отношения, чтобы, ну, с дела выискались отношения. Ну, я про это и говорю. И потом это прекратилось, и они поругались. А что поругались? Что им делить? Я думаю, что вот это, вот это и не поделили. Резко пропал поток, начались уголовные дела. Молдавия же сообщила России об этом всем. Молдавия же прислала, Молдавская прокуратура прислала в рамках, я могу прислать ему бумажку, она у меня есть. Да, прочитайте, мы ее, кстати, опубликуем, если вы согласны. Молдавия же прислала в рамках правовой взаимопомощи полный, полный расклад по этой теме, как она происходила, и вот. И после этого эта тема превратилась в одно большое уголовное дело, и в Молдавии, и в России, и сейчас в Прибалтике. Ну, россияне утверждают, что большая часть этих средств были просто украдены. Либо это были деньги из госкомпании, либо это какие-то там подряды, либо даже, либо деньги вкладчиков каких-то там, банков там и так далее, которые выводились через Молдову таким образом. и дальше уже там на Запад поступали. А усатый, так понимаю, он конкретно занимался деньгами вот этих своих партнеров, кому жарил шашлыки тогда-то. Да, он занимался конкретно деньгами своих партнеров, вводил их средства, но тут же, как объяснить, да, ну, в России много запретов, трудно вводить деньги, да, вдруг появилось большое окно. В этом большом окне уже работают уважаемые люди. Все хотят в это окно. Соответственно, к потокам этих ребят добавилось очень много других потоков. Ну, опять же, этим занимаются банкиры, а банкир всегда добавит других своих клиентов. Ну, да, потому что банку выгодно, чтобы больше клиентов, больше денег, больше комиссии, понятно. А усатый, кроме того, что он еще до того, как он там был вагоновожатым и жарил шашлыки у олигархов, там, организуя досуг в сауне, например, такая девушка, наверное, более дома. И до этого он был известен некоторым правоохранителям, которые в конце 90-х, начале нулевых работали в Бельцев, потому что он входил в преступную группировку некоего Бесо, которого расстреляли в Бельцах, то есть там была какая-то разборка. Насколько мне известно, для самого усатого это стала такая личная трагедия, потому что он был юношей, который был криминальным авторитетом и очень, не знаю, молился на него, не знаю, и хорошо к нему относился, скажем так. То есть для него это стало личной такой травмой, насколько мне известно. Но после этого не прекратились его отношения с людьми из так называемого преступного криминального мира. Вам известно что-то об этом? Ну, отношения с людьми криминальной дружбы не вряд ли была с кем-то. Ну, мне допустим известно, речь идет причем о разговоре между ним и Плохотнюком. Это Плохотнюк записывал этот разговор, и эти разговоры достали, когда уже Плохотнюка не было. В Молдове, когда в его офисе проходили обыски, вот эта система Брея и так далее. И один из разговоров между Плохотнюком и Усатым, там идет речь о том, что Усатый просит решить вопрос, разобраться с розыском для кота. И, как мне объяснили, под котом имелся в виду Григорий Карамалак, которому Усатый тоже пытался выполнять какие-то его поручения, пытался создать перед ним какое-то впечатление. Вот даже этот дом в Подмосковье, о котором мы уже говорили, он... Это дом украли конкретно у меня. Это ваш дом, да? Мой дом, конечно. Так вот, с моей деревней. Мне береги, почему он выбрал, то, что там где-то недалеко, не знаю, там с каких метров, километров кто-то находился, там жил неподалеку и Григорий Карамалак. Не, ну на Рублевке жили все. Это на Рублевке, да? Да, да, это район Рублевки. На Рублевке жили все, это рядом с Никольной горой, Николь на поляну проект так называемый. Дом этот ему отдали, потому что он был в большой степени готовности. Это был дом, то есть участок 50 гектар, на нем поставили один дом, собрали. Из сруба. Из сруба. Что он много журналистов туда водил показывать. сюда, да, да. Вот. Дом просто, один мой, один мой друг, партнерный друг мой, да, построил, хотел построить этот дом в другом месте, а потом передумал. Заказал его готовый, а мы его поставили как образец, да, мы его поставили, чтобы люди приезжали и смотрели, какая тут будет красота, да. вот этот дом отдали усатому, когда у меня, когда у меня украли тот участок. Вот. Поэтому усатый, да, в моем доме живет. Хотя усатый неоднократно там приводил журналистов праздновать в этот свой дом, когда он был в так называемом изгнании, и он утверждал, что это он там лично построил, лично? Нет. Нет. Ничего в той деревне он лично не построил, ничего в той деревне лично не построил, это был образцовый дом, красивый дом, потому что его для себя заказывал мой друг, еще раз повторяю, вот. Ничего для себя, он ничего для себя в принципе не построил, да, он в данном случае ему подарили краденое. Вот. Ну, в очередной раз мы увлечили усатого в лже. Как вы вели бизнес в Молдове, ваш банковский бизнес? Я его купил, просто купил, у нас московская группа, ну, не знаю, то ли захотелось, то ли нам правда понадобился, иностранный банк, мы попробовали в Швейцарии, в Швейцарии не получилось, вдруг нам предложили молдавский банк, который после проверки оказался чистым, хорошим, ему и купили. А дальше стандартным путем развивали банковский инструмент, то есть не делали ничего необычного. Легко ли было вести бизнес в Молдове? Сначала нет, сначала было трудно. Нас постоянно шпиняли, как и банк еще не работал, а нас постоянно шпиняли пожарники, СС, все требовали маленьких денег и так далее, но еще стало понятно, что когда они войдут во вкус, мы работать не сможем. После этого я записался на прием к президенту, ну, и честно спросил, что нужно сделать, чтобы мы как бы влились в... А кто был президентом тогда? Воронин. Воронин был. Влились в сообщество. Ну, спросил, инвестируют в монастырь, я сказал, да, пошел в Минфин, договорился, инвестировал. После чего это все куда-то делалось и банк стал работать в обычном режиме. Но, ни о чем, его я не просил, только вот дать возможность влиться в сообщество. поэтому все сплетни, что что-то он мне обещал, что-то он мне вообще ничего не обещал, ничего не... ничего... ничего мне никто не просил. И вашим компаньонам был Важа, Джошин? Да, у меня был 10% банк. Это было мое пожелание, потому что он был местный. А вы с ним давно знакомы? Мы с ним знакомы с третьего класса, мы с ним учились вместе. Это была очень приятная неожиданность, когда я встретил Важа. А Усатый имел какое-то отношение к вашему банку? Никогда никакого. Я вообще не знал никогда Усатого. Усатый появился уже когда... Усатый появился в 2010 году, его привез Боря и представил как человек, который будет отвечать за то, чтобы разбираться со мной, по выходнику. На что по выходнику сказал, что пожалуйста, пусть только не я на территории Молдавии, потому что в Молдавии должно быть все спокойно. Потом я встречал пару раз. Один раз с ним случайно оказался рядом в самолете. Один раз встретил Китрия Первого, мы поговорили минут пять. Ну все, один раз поговорил с ним по скайпу. Ну по скайпу многие видели этот ваш разговор. Да, когда меня встрелили, мой партнер опубликовал-то. А когда вы его лично встретили, при личной встрече, какое у вас было впечатление? И это было до покушения или после? Ну я не, это было, все это было до покушения, разумеется. Я стараюсь не составлять впечатления о людях. Ну он мне не понравился, мне не понравился, да, то есть, ну собственно и все. Ну и роль у меня была, которая мне и важна, и мне нравится, может быть, из-за этого. Я стараюсь не составлять впечатления о людях, не говорить их. И здесь еще просто интересный момент, я не знаю, насколько, ну, мои источники утверждают, что это правда, что Усатый, вот когда получил этот дом, он получается жил там относительно недалеко, я не знаю, в каком идет речь расстоянии, с домом Григория Карамалака, и он всячески пытался втереться к нему в доверие, называл его дядя Гриша, может быть, даже шашлыки предлагал ему пожарить, и предлагал ему выгуливать, лично там, заниматься выгулом собак Карамалака. Я думаю, что было чуточку не так, я думаю, что это Карамалак, он же с Солнскими был, с Солнскими хорошо общался Боря, я думаю, что это через Борю, через Борю он подлез к Карамалаку, и уже через Борю он пытался, а с ним он уже пытался подружиться, просто тогда еще как умел, да, тогда еще как умел, я думаю, что это не его старые молдавские отношения, он был шнэр, он был шнэр, я не думаю, что у него вообще были какие-то отношения с кем-то, я думаю, что вот он облизывал маленькую группу уголовников в своем городе, просто был у них обычным шнэрем, они наверняка и не помнят половину о его существовании, пока вот он... Ну, так или иначе, он попал там, когда в каком-то рейде его задерживали, есть даже кадры, где он молодой, в комиссаре эти Бельцы, полиция, там его фотографируют, видимо, на одном из этих рейдов. Продолжение следует... просто примечательный другой момент, что сейчас усатый, который когда-то еще давно публиковал фотографию свою совместную с Карамалаком, сейчас он, наоборот, уже там его катекует, там обвинял его, что якобы тот хотел там то ли покушался на жизнь, то ли там непонятно. Отмывается. Ну, так же он может отмываться, и от Ушуровича в итоге, который там выдает ему пенсион по 60 тысяч, как вы говорите. Тогда он не будет пенсиона. Потому что от одного... Для того, чтобы отмываться от кого-то, нужно иметь пенсион. Кто-то другой должен назначить пенсион. Видимо, не назначил. Раз не отмывается, значит, не назначил. А почему, говорите, что Ушурович вот именно боится, чтобы Усатый вдруг проснется, каждый утром Ушурович просыпается, боится, что Усатый там в очередной пьяном леду. Напился и все это выдал. Он и выдал. На самом деле, откуда все это знают? От Усатого. Усатый бесценный источник информации про себя. То есть, он всегда про себя все рассказывает сам. Вот, он как-то говорил, что Горгунцов, с ним бороться было крайне легко. Он сам все про себя рассказывал всегда. Надо было просто дослушать до конца его бред. Вот он, когда начинал выступление, да, немножко в стиле господина Пелевина. Очень интересное начало, потом чуть-чуть это самое. Усложняется все. Вот если дослушать каждое выступление Усатого до конца, то за серединой начинается то, что он ни при тех обстоятельствах не должен рассказывать никому. Вот. Личные секреты. И было крайне легко двигаться. То есть, я не предугадывал его действия, он о них рассказывал сам. И, ну, Шарович знает это его особенность. Каждый день просыпаясь, утром вчера Усатый где-то выпил и всем все рассказал. И он правда всем все рассказал. Просто он еще не рассказал достаточно тому, где это может как-то, ну, там, ну, может быть, никто не верит в это, может быть, там, это еще не аукнулось, но об этом уже все знают. Ну, по идее. Таким образом, Усатый сегодня просто шантажирует вот этих вот больших партнеров. Они так понимают о людях возрасте. Ну, нет, Боря, мало же меня, ну, мало же меня, ему лет 50 сейчас, наверное, 51. И они просто вынуждены его постоянно подкармливать, финансировать его по выборной компании. Безусловно. И они же секрет его успеха. Ну, в этой истории может также заговорить не только Усатый, но и Проко. Проко купили. Все же очень просто. Проко наемник, да. Ну, приехали, все же знают эту историю. Плохотнюк ее нашел, открыл и скрыл для всех. По семье Проки дали 400 тысяч, Проко сказал, что его заказчик плохотнюк. Сейчас у Проки времена меняются, то, что его, возможно, скоро отпустят, но когда его отпустят, он поедет в Англию. Он поедет в Англию. И у него начнется вторая серия, да, поэтому, ну, Проко наемник. А когда его должны отпустить? Через пару лет, по-моему. И кто-то говорил, я точно не знаю, я сам не слежу. Проко наемник, заплатили, сказал, заплатили, стрельнул. Ну, я знаю, я лично знаком с Давидом Давитяном, так случилось, что он, Шурин, вот с этим Прокой, ну, или Кумнаты, как говорят по-молдавски, вот, и он не имел никакого отношения к делам Усатого, но он, получается, из-за этого пострадал, потому что он там около пяти лет тогда провел в тюрьме, пока Усатый там был на Рублевке, на Мальдивах, там, и так далее. И мне лично известно, что он крайне негативно относится к... Прокой? Нет, Давид Давитян, это Шурин Проки, получается. Ну, то есть его сестра была замужем за Проки, и он крайне негативно к нему относится, и я даже был свидетелем, как Усатый просто убегал из Караоке в Кишиневском Караоке в центре столицы, там, возле Конколы есть один Караоке напротив Атриума, просто убегал оттуда от Давида, потому что и... Ну, он просто лично пострадал от этой истории, и очень много, получается, очень много людей, к сожалению, пострадало от Усатого, и активисты, которые там боролись, верили ему, там, выходили на протесты. парациональный предатель. Усатый парациональный предатель. И Усатого интересует только Усатого в сегодняшний момент. Он мечтает о мошене. Если ради его машины умрет тысяча человек, доплевать. Если это будут активисты, которые в тебя верят, доплевать. Они же для него просто расходный материал, конечно. И Боря для него сегодня расходный материал, да, но какой уровень цинизма, да? Ну, более ценный ресурс для Усатого. Но самое страшное нет, страшное, что если он вдруг станет президентом, то вся Молдавия для него будет просто расходным материалом, вот таким же точно. это же просто профессиональный предатель, да, то есть он полное отсутствие принципов, полное отсутствие чего-либо, да. Ну, я уже плохо о нем говорю, это нехорошо, не будет. Ну, вы, я считаю, вы имеете абсолютно, абсолютное моральное право говорить о нем, вещи совершенно искренне, и никто не сможет вас осуждать за это. Усатый построил целое мое прошлое, то есть он на него несколько журналистов, Муртайзена, там, еще кого-то, и они создали мою историю, которая абсолютно не похожа на правду, например, потому что я был партнером человека, которому в тот момент было 9 лет, ну, например, да, то есть, ну, неважно, она абсолютно не похожа на правду, он ее создал, целую мою историю, и теперь меня все знают по этой истории, то есть я сегодня продукт усатовской фантазии. Ну, хорошо постарался, даже до сих пор, у меня, мой родственник, есть, он гордый, он не берет у меня, ну, я ему помогаю немножко, не хватает пенсии ему, вот, я сказал ему, собирай, пожалуйста, все статьи, которые выходят для меня, про меня, так вот даже сегодня про меня выходит ежемесячно 20-25 статей, это не новые статьи, это перепечатка старых, перепечатка старых, то есть перепечатка старых, но бюджет на это до сих пор держится, да, то есть, поэтому, да, усатый мне создал такую прекрасную новую репутацию, вот, я даже не знаю, благодарить его за это или нет, да, потому что я там в жизни гораздо скромнее, да, там, я покупал Спартак, но я ставил кого-то президентом, а сам, а сам сидел сбоку, да, там, я строил храмы и никому никогда об этом не рассказывал, строил и строил, да, то есть, ну, я всегда был скромнее, мне не хотелось ни власти, ни политики, мне нравились деньги, ну, и все, на эту сферу, на этом мои интересы всегда все заканчивались, вот, а сегодня я вот превратился в черного банкира, там, в кого угодно, в кого угодно. А что значит черный банкир? Что он имел ввиду? Вот когда они попытались проклеить вам это клише? Черный банкир это банкир, который хорошо занимается всей серой деятельностью, черной деятельностью, да, потому что, ну, в моем понимании человек, который приходит заявлять, что он представитель какого-то панамского офшора, и этот офшор потом забирает банк просто явно не белым способом, а гораздо более черным, наверное, ну, черный банкир, наверное, больше бы подошло усатому. Правда, этот банк потом не просуществовал. Ну, какой он банкир? Для него сделали эту схему, и все, это примитивная... Ну, черный делец, скажем так. Примитивная рейдерская схема, построенная на... то есть, предел этой схемы создается в молдавском суде, то есть, молдавский суде отвечает на вопрос, какие документы тебе будут достаточно, чтобы ты это сделал. И он говорит, что мне достаточно любое решение российского суда, например, стал создать российский суд по любому поводу. Панамские компании прекрасно, копеечные компании, у всех они были, у всех их были пачки, что бы не взять одну компанию и не сделать ее вот этим. Да, но нужно было хотя бы тогда изучить вопрос, потому что у нас в Молдове, насколько я помню, офшор не может быть учредителем. Для этого нужны мозги. Банка. Для этого нужны мозги. Или, я думаю, как, я думаю, что у Бориса Ефимовича мозги есть. Сто процентов. И у Маркелова мозги были. У Андрея Викторовича понятно были. Мозги больше, чем у нас у всех вместе взятых. Вот. Они просто, видимо, их задача была меня стереть ластиком. А уже оставить себе усатый банк не оставят. Это, наверное, уже где-то было на его усмотрение. Его самодеятельность была. Он бы, наверное, и хотел оставить. Но это же надо было к юристам идти, думать. советоваться. А так вот за него все сделали. То есть, он забыл. Очевидно, что это предприятие забрали те рейдеры, которые просто забирают предприятие. Но никаким образом не связаны с банковской деятельностью. Поэтому это, скорее всего, был не Платон. Я все думал, кто же ему помог? Платон или не Плохотнюк, а у него там есть Иралов Сергей. То есть, Платон или Иралов. Кто же исполнил? Мне все показывали пальцем на Иралова, соответственно, я больше думал про Платона. Но если бы это был Платон, то Центральный банк бы принял эту сделку и не стал бы уничтожать банк. Значит, все-таки Иралов. Вот. То есть, Усатый общался с Ираловом, получается? Думаю, да. Консультировался? Да. Как вы не знаете? Ну, значит, получается, что люди Плохотнюка все-таки имели отношение к... Как объяснить? Ну, Иралов тоже был представитель. Конечно, конечно. Один из его финансовых консультантов. Который пользовался его именем, который за счет его имени и был такой мощный и великий, да? Ну, это был его халтур, да, побочный заработок. Ну, к сожалению, у всех есть побочные заработки, есть у... Может, и Плохотнюк был не против. Ну, он же не может быть... И, кстати, в истории с покушением там фигурирует также другой представитель Плохотнюка. Это Дарин Домер, его финн. Опять же, возможно, это было его... Скажем так... Ну, это было убийство, это было покушение за деньги. Причем, бюджет, я понимаю, что был немаленький. Ну, понятно, что там проки даже достались копейки. Да, бюджеты, понимаем... Копейки проки, чуть больше писателю, вот этому криминальному авторитету, его нагрузку, еще больше Дамиру. Возможно, да. И еще больше, наверное, или примерно столько же там... Усатый получил... Усатый получил должность. В данном случае он еще мог свои доплатить, то, что усатый получил должность. Он был... Он стал... без одной минуты безработного превратился в равного партнера, а по-честному, так старшего партнера, который при его цинизме будет эксплуатировать, я не знаю, проявить. Ну, если он уже так нагло использует этих людей для финансирования своих личных нужд и предвыбранных компаний и так далее, это уже неравный партнер. Я же старший партнер, да, я же об этом говорю. Ну, интересен еще один момент. Когда усатый на этом своем эмоциональном срыве заявил о том, что он уходит из политики и слагает свои полномочия мэра Бельц в 21-м году, когда он там с треском провалил парламентские выборы и на эмоциях очевидно вышел. Он после этого, он, во-первых, в тот же момент выступил в поддержку Дарина Домера, которого тогда в 21-м году летом задержали по делу, связанным с пятым управлением вот этих полиции, это политическая полиция, которая была при Плохотнюке, а Домер был секретным агентом, как оказалось. Он тогда выступил в его поддержку, а через год, значит, он уже участвовал в свадьбе дочери Домера. Тогда тоже еще выборов никаких не намечалось, фурсатый был еще как бы типа вне политики, не было ежедневных передач с Гуанца и вообще ничего такого, что свидетельствовало об его желании вернуться в политику. Он участвует в этой свадьбе, танцует с голубцами, там, ну, создаёт праздник, там, кого-то хорошее впечатление и так далее. это он, это он умеет делать, да, это, видимо, ему надо было быть тамадой, или там, не знаю, каким-то ведущим вечеринок. Или уйти в медиабизнес. А не уйти в какой-то, шоу-бизнес, может быть, какой-то. Для этого не обязательно было кого-нибудь убивать по дороге. Я надеюсь, что он не будет и дальше принимать такие решения, потому что люди с таким прошлым, с такой практикой, на мой взгляд, они не должны быть в политике, вообще в политике просто не должны быть. В политике есть разные люди, в политике есть разные люди. Вопрос в уровне ответственности, в уровне возможностей, конечно, ну, когда такого рода происходит, происходит действие, когда убивают человека, неважно, из-за денег, из-за инакомыслия, или еще из-за какой-то там какого-то предлога, то это говорит о том, что эти люди, у них нет никаких красных линий, там, каких-то границ, и так далее. Поэтому и опасны такие люди и в политике. Они бы не были опасны, там есть еще одна проблема, там мозгов ноль, к сожалению. Еще если это помножено на... Да, да, превратит страну в большой ресторан, большой бордель, большой... У этого будут совершенно дикие последствия, в конце концов, в итоге. Потому что это будет весело, первые там, первые недели, и потом наступит похмелье. А страна и так не... То есть она находится в какой-то сейчас стабильной, более-менее нормальной ситуации, да, то есть нехорошо, если ее начнут сейчас жевать на куски, и в ней не особо есть что рвать. Ну, эти его популистские обещания, это на самом деле попытка найти простое решение для, к сожалению, сложных проблем, которые есть у нас в стране. Конечно, конечно. А сложные проблемы не решаются простыми решениями. Давайте мы там легализуем, там, не знаю, какие-то виды бизнеса грязного, давайте мы там понизим налоги, а там возьмем с бюджета и всем раздадим. Так и откуда взять деньги с бюджетом и там понизить? Ну, то есть... Земли крестьянам, публики рабочим, да, да, да. Ну, есть, конечно, какие-то люди, которые могут искренне в это поверить, но, к сожалению, сложные проблемы решаются кропотливым трудом, компетентными людьми и сложными задачами, программами, я бы, например, не смог управлять государством и даже, наверное, не смог бы управлять городом, честно. Я неплохой управленец, у меня была довольно большая компания, которая довольно хорошо работала, но я бы, вот, я бы не смог управлять городом, не стал бы, да, потому что, ну, я бы не смог его хорошо вести. Страну, я, честно говоря, вообще не завидую, не отдам президента, да, потому что в эту историю надо попадать либо здорово, если ты действительно имеешь хорошие профессионалы, имеешь команду хороших профессионалов, да? Ну, и этим нужно гореть, безусловно, конечно. Это должна быть твоя единственная жизнь, да, конечно. Потому что, ну, у нормального политика, не вы сейчас какого-то коррупционера матерого, там, должность президента она высших средств не принесет, у нормального политика, на мой взгляд. Ну, у коррупционера, конечно, там, будут яхты, миллионы, ну, счета офшорные, там, и так далее. Я бы, я бы не смог, честно, просто не смог, да, вот. Нет, спросил, хочешь ли, нет, не хочу, совсем не хочу, да, я никогда не хотел, потому что такая ответственность, такая игрушка, но слишком большая, да? Ну, люди способны на безответственное решение, и они не боятся таких должностей, таких целей. Зато, какая красивая будет визитка, да? Да, зато можно будет, там, ездить уже, не знаю, там, какие-то саммиты, там, это же будет новый уровень, сейчас-то он на уровне, там, не знаю, вот этих олигархов, ну, как оказалось, которых помазал кровью, как вы сказали, да, там уже будет на другую уровень, там, ну, канцлеров, премьер-министров, президентов, пожарить шашлыки, там, ну, ну, на самом деле, мы сегодня горели, в основном, не очень хорошем событие из вашего жизни, вот, но зато завершаем с такой ноткой иронии и юмора, ну, в принципе, когда говоришь про нашего, героя нашего, нашей беседы, там, сложно не завершить этим, этой нотой, что бы вы пожелали молдавскому народу? Счастья, благополучия, процветания, как можно меньше изменений, ну, в Китае есть пословица, чтобы ты жил в веки перемен, да, это проклятие, да, и как можно меньше перемен, что можно еще пожелать? Какие перспективы уголовного дела по факту вот этого преступления, покушения на вашу жизнь? Ну, он каким-то образом его затер, он каким-то образом его затер, я уж не знаю, как, кто взял деньги, делал-то громкое, да, вот, думаю, что пока никаких, пока нулевые перспективы. Ну, там вел его дело прокурор Димчучин, я имею в виду, уже когда власть по стране поменялась и Плохотнюк бежал из страны, это был прокурор Пичекокс, а после этого он стал прокурором, замгенерным прокурором до недавнего времени, сейчас он там возглавляет центральную прокуратуру в Кишиневе, и там есть также еще дело об отмывании денег, которые присланы из Российской Федерации. Сделал, причем в младшей парангу, да, я знаю, я читал все это, у меня было два кота, он мне все это говорил, с тех пор, как финикийцы придумали деньги, стало происходить много удивительных вещей, поэтому я не думаю, что ему надо удивляться, то есть, может быть, прокурор собирался на пенсию, решил сделать последний аккорд, я не знаю, как это объяснить, и не хочу это оценивать. Ну, насколько мне известно, там все-таки по убийству еще не прекращено окончательно, то есть, там по отмыванию есть какие-то там решения. Насколько я знаю, там есть довольно большой набор доказательств, сейчас появился еще новый набор доказательств, которые, то есть, я нашел новых свидетелей, там, всего этого, и собираюсь их представить в ближайшее время. Ну, видите, любое преступление оставляет след, и так или иначе, правда всегда выходит на дружу, и справедливость всегда все-таки побеждает. И я надеюсь, что вы также добьетесь справедливости. Это не нужно для какой-то даже сатисфакции, потому что вы уже сами говорите, что вы уже смирились, хотя все равно каждый день вы носите вместе с собой вот эти лишние свинец, свинец, я так понимаю, да, или с чего делать, и мне бы чисто, честно говорю, мне бы психологически было бы сложно каждый день, чисто просто, наверное, с этим спускаешься, наверное, это главное. ну почему, есть одно ограничение, нельзя ходить на МРТ, все остальное, в принципе, можно. МРТ тоже необходимо иногда для человека. если я скажу, в принципе, полностью заменяют, врачи говорят, что доставать операцию настолько сложное и тяжелое, что она капсулировалась, она нормально, ну как бы, она ведет все спокойно, и все, и забудь про нее. Я забыл. Вспоминаю только, когда спрашивают про МРТ, и когда я захожу в Израиль, когда мне на границе спрашивают, что у тебя за металл, я им честно говорю, что пуля. тем не менее, может быть, вы и смирились с этим, но это необходимо, справедливость, конкретно в этом случае, она необходима не только для вас, хотя и для вас тоже, я уверен, она необходима для нашего общества в целом, потому что гангстеры, люди, которые не обременяют себя какими-то принципами, они, на мой взгляд, не должны быть в политике, я выражаю свою гражданскую позицию. Пенатер не гангстер, никогда им не был. Ну, такой шашлычник, который пытался стать гангстером. Он никогда волком не был, он шакал, страшный, даже не шакал, даже не знаю, кто он. Потому что дай Бог ему здоровья, давайте остановимся на этом, хватит. И все же я считаю, что должна восторженствовать справедливость, и чтобы люди беспринципные, у которых нет никаких правил, кодекса чести какого-то, они не имели влияния в обществе, они не обманывали своих сторонников, своих активистов, прочих людей, многие из которых просто в итоге страдают и становятся расходным материалом. И в итоге просто вся страна, все общество может стать расходным материалом в интересах одного беспринципного грязного просто человека. В этом случае будет очень невесело. и здесь уже не будет, к сожалению, поводов для иронии. И восстанавливаться после него страна будет долго, очень долго. Все. Я благодарю вас за эту беседу, спасибо, что нашли для нас время, и надеюсь на дальнейшее какое-то взаимное сотрудничество для поиска правды. Спасибо за субтитры Алексею